Смотрите, у нас самые сильные ветки должны быть нижние, и чем выше, тем меньше толщина должна быть веток, и они должны быть короче. Поэтому, там, где нижние ветки, там больше листвы и больше затенения. Поэтому, если появляется такая ситуация, как на сучке, вот она есть здесь, и она есть здесь. То вот здесь вы вырезаете, потому что затемнение, а здесь мы смотрим, здесь ветки короче, света больше. То есть, мы смотрим, надо их все вырезать, или, может быть, мы из них плодовые сделаем. Если есть возможность сделать плодовые, если она ложится, смотрите, как она ляжет и так дальше, то вы ее не трогаете. А если она растет вверх и пучком, ну, тогда уже вырезаем. То есть, первую, если вот тут вот, такие пучки вырезаем, даже не думай. А вот здесь надо думать, посмотреть. В принципе, они все могут лечь. Да. Но все равно, если тут... О! Вот я с этой стороны посмотрела, а с этой не посмотрела. А тут вот очень кучно. Но тут выходит уже четыре в одну сторону. Ну, это уже слишком. То есть, тут нужно какую-то, все-таки, будет прибрать. Слишком много. Да, в саду занят. Да, я думаю, да. Не знаю, занят. Давай. Это на ее место ляжет, и это ляжет. А вот эти вот. Вот здесь тоже надо прорезать. Слишком много осталось. Значит, что мы смотрим. Я бы убрала вот эту, потому что она все-таки в середину идет. Вот эту. И лучше всего будем ломать. Знаете, раны те, что выламываются, зарастают намного лучше те, что режутся. Вот, поэтому... Будем ломать. На косточку. На косточку. И на яблони тоже, между прочим. Там все на скорой отбирают. А, ну, смотря какие ветки. Если молоденькие, то всегда выдранные ветки всегда лучше зарастают, чем вырезанные. Ну, это... Да, тут есть почки просто. Жалко уже. Соберем урожай. И тогда вот так вот можно отсечь ее. Эту оставим. Эту вырежем. Пока что не трогаем.